Максим Лапкин и Альберт Туйметов – девятиклассники. Сдав экзамены, мальчишки решили – отдых подождёт. Лето – лучшая пора для заработка. А вакансии узнали от учителей. Уже две недели друзья приходят работать на стадион труд. Красили футбольную коробочку, убирали траву после того, как её покосили. Ну и так помогали основным рабочим. Предоставляют инструменты, определённые рабочие, допустим. Мы красили коробочку краску, валики, кисточки. Хочется чем-то заниматься летом, а не просто сидеть дома, чтобы была хоть какая-то занятость. Общепит, торговля, бюджетные учреждения, спорта, культуры. В каждой из сфер для подростков сегодня открыты вакансии. В основном школьники выполняют работы первого разряда. Занятость всего несколько часов в день. Конечно, сейчас не у всех такая простая ситуация. И работодатели более серьёзно относятся к организации труда подростков. Потому что лишних денег ни у кого нет. И стараются таким образом построить организацию работы, чтобы и детей привлечь, и вместе с тем не тратить лишних денег. То есть распределить их по лету. Минимальная зарплата для подростков – не менее 15 тысяч рублей. Какой бы вариант ни выбрали дети, к основному заработку прибавится и материальная помощь от центра занятости. Тем более двух тысяч рублей. На карманные расходы хватит с лихвой. Учитывая, что это отпускная пора, польза от ребят очень ощутимая. Мы их заранее ждём, составляем план работ. Не всё у них сразу получается, но они стараются. Но через пару-тройку дней уже результат виден. Мне работа очень нравится, очень интересно. И главное – опыт. Рабочий день короткий и вообще не устаем. А что следующим летом сюда бы пришла работать? Да, да, пойду. А вот ученица 14-й школы Дарья Клопова с головой окунулась в музейное дело. И неспроста. Историей города школьница интересуется уже давно. Я помогаю по хозяйственным делам нашего музея и других центров, в которых я работала. Также мы занимаемся акциями, например, экологических сборов, в которых я участвовала. Мы рассказываем обо всех работах, которые здесь есть. Ребёнок знакомится и с хранительской работой, работой научных сотрудников, работой смотрителей и остальных. Если не показать сейчас, в чём же заключается музейная работа, то её невозможно выбрать, потому что мало кто знает, чем же на самом деле занимаются музеи. Трудовая смена для каждого длится от двух недель. Всего в летний период официально трудоустроены будут более 700 мытищинских школьников. Андрей Латынцев, Камила Клиновская, Константин Химичев, Денис Петров. Первый мытищинский.